Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Христос воскрес! Воистину воскрес! Во свете Библии рассматриваем жития святых, чтобы видеть все открытым оком. Вопрос 2103. Может ли принести пользу поиск неверующими не Бога, а людей Божьих, чтобы приобрести у них благоволение щедрыми дарами? Ответ. В России не раз замечали, что в храмах были написаны иконы с конкретных персонажей, часто и неверующих. Эти себя делали как бы причастными к тому, кого чтили, думая о своем легком спасении вместе в почитаемом. Ныне, где бы ни строили храм Толстосумы, они обязательно будут называть храм в честь того святого, чье имя этот строитель носит. Как и киоски называют своими именами или имен своих жен и любовниц. Данил Столпник. 1 декабря. Благодарны за столь великую к нему милость, к ним незлобого отца. Они соорудили серебра его изображения, на коем они были представлены, лежащими у ног преподобного. И были подписаны имена их. Икону сию они поставили в церкви святого Михаила, архистратига небесных сил. Вопрос 2104. Почему христиане сами себя предавали на мучения? Ответ. Потому что не знали Евангелие. И потому что слишком хорошо была поставлена агитация, что мученики обязательно будут канонизированы и будут в раю. Так сегодня чеченские смертницы получают жетон, что им есть место в раю. Матфея 10.23. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Лукия 6 июля. Святая мученица Лукия была родом из Сицилии, из страны Каппадокийской. Она взята была в плен викарием Риксом, который стал принуждать ее принести жертву идолам. Но она не согласилась на это и выразила решительное желание остаться рабой Христа. Викарий пришел в умиление от ее твердости, отпустил ее и ее служанок, дал ей особое помещение и дозволил ей в уединении предаваться молитве. Отправляясь однажды на войну, он просил ее помолиться о нем Богу и по его молитве возвратился с войны победителем. Спустя 20 лет после всего святая Лукия стала просить викария отпустить ее в компанию, чтобы там принять мучение за Христа. Но он не пожелал отпустить ее одну. И оставив свое царство, богатство, жену и детей, сам отправился с нею. Когда они прибыли в компанию, то здесь схвачены были бывшим тогда егемоном. И по приказанию последнего им отсекли голову. Вопрос 2105. Как нужно вести себя на допросе? Какую тактику нужно избирать? Не дразнить собак или так прямо все и говорить, что думаешь о безбожниках? Ответ. Это уж смотри сам, на что способен. Потому что можно избрать молчание, как Господь наш Христос молчал перед Пилатом. Или отвечать кротко, или же со всей силой обречения. Марка 15.5. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. Так первомущенник Стефан бросил в лицо жидам. Деяние 751. Жестоковыйное. Люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. И по житиям это прослеживается. Викентий. 11 ноября. Допрос епископа и диакона гонителям христиан. Датиан прежде всего спросил епископа. Почему ты противишься царскому повелению и не поклоняешься нашим богам, а прославляешь какого-то Христа? Епископ давал ответы Датиану тихим голосом и скротостью, как бы показывая некую боязнь. Тогда диакон Викентий, исполнившись Святого Духа, возгорелся ревностью о Боге и сказал своему епископу. Зачем ты очень говоришь так тихо, как бы боясь, а чего на лаяне этого пса не отвечаешь зерзновением? Исповедуй громким голосом силу Христову и свободно обличай и побеждай безумие этого лукавого человека, который хочет идти против Бога, своего Творца. Даровавший ему такую власть и хочет, подобающее Богу почитание, воздавать бесам. Ныне надлежит совершенно победить того дьявола, коего многие люди, как немощного и трусливого, и знали именем Христовым, и сокрушить голову этого змея. Датиан, услыхав эти слова, и видя, что святой диакон Викентий ни во что считает всю его силу, власть и угрозы, сказал предстоящим. Уведите отсюда епископа. Я побеседую с этим юным диаконом. Если бы не выступил диакон, то ситуация была бы еще вполне сходная. Мог бы правитель отпустить их. Но Викентий повел дело, и быстро при том, только к мученическому венцу, что и исполнилось. Артемон, 13 апреля. 16 лет, отвечал святой, я был честцом в церкви моего Бога. 28 лет был диаконом, считая святой Евангелие. 33 года я носил пресвитерский сан, учая и наставляя с помощью Христовой людей на путь спасения. И теперь ты требуешь, чтобы я, подражая тебе, принес жертву бесу, находящемуся в бесчувственном идоле. Но все-таки я хочу посмотреть твоего Бога и испытать силу его. Может ли распятый жидами иметь такую силу? Усомнился Патрики. Тогда святой воскликнул. Обезумевший от злоби, наследник ада и древний змей. Ты уже слышал? Так услыши еще, что силой моего Бога умерли ваши змеи. Георгий Исповедник, 23 апреля. Диоклетян, и хотел бы я иметь тебя соправителем, вторым, под честью, в царстве моем. Если бы ты только пожелал обратиться к Богам, скажи же нам, что ты об этом думаешь? Святой Георгий сказал, о, царь, тебе сначала бы следовало проявить ко мне такую милость, а не мучить меня такими лютыми муками. Максим, 28 апреля. Святые отвечали, мы стоим за то же, что сказал брат наш Максим. Он чтец в нашей католической церкви, хорошо понимает священное писание и знает, что нам полезно. А ты, пораженный бесовским безумием, не знаешь, что для тебя необходимо. Если бы ты пожелал послушать нас, то узрел бы свет. Климент, 25 ноября. Святой Климент ответил, молю твое благоразумие, послушай меня. А не безумных слов грубой черни, напрасно восстающие на меня. Ибо хотя и многие собаки лают на нас, но они не могут отнять от нас того, что принадлежит нам. Ибо мы люди здравые и разумные, а они же собаки без разума, лающие бессмысленно на доброе. Александр Мученик, 13 мая. Мученик отвечал на это. Нечестивый, ослепленный умом, сын дьявола, служащий отцу своему, сатане. Как ты можешь сожалеть меня и быть милосердным для меня? Ведь сатана, отец твой-то, никому не милосердный. Наоборот, он хочет всех вовлечь в гиену огненную и погубить вместе с собою. Ослепленный умом, сын сатаны, что еще желаешь ты слышать от меня? Ведь я сказал тебе, что бесам я не принесу жертву. Безумный, неужели ты не понимаешь того, что твой дей и осклепий суть бесы? Поросклево, 28 октября. Тогда военачальник, раздревший, сказал, Мне ли ты злое христианское отродье не отвечаешь? Святая в ответ на это плюнула ему в лицо. Уар, 19 октября. Блаженный же Уар, желая еще более прогневать наместника, сказал ему, невежда говорит глупое, говорит Исаия, пророк, 32, 6, Вот тела их лежат простертыми перед тобой, и делай же с ними, что хочешь. Святые же отвечали, зверь, а не человек. Мы не побеждены, а напротив, сами побеждаем при помощи укрепляющего нас Иисуса. Если же мы заплакали, то не потому, что боимся мучений, но от естественной любви к нашему брату, которого ты бесчеловечно мучаешь. В душе же мы радуемся, видя, что доброму страстотерпцу уже уготован венец. Наместник повелел тогда ввести их в темницу. И когда Уар, висевший на дереве и терпевший мучения, увидел, что святых в цепях влекут в темницу, то возопил, «Учители мои, помолитесь за меня в последний раз Христу, ибо я уже разлучаюсь от тела. Вас же благодарю за то, что вы привели меня к вечной жизни». Прибыв в мучениях около пяти часов, святой Уарт предал счастную, и святую душу славил в руки Господа. Мучители же, считая его еще живым, били и мучили его охладевшее тело. А потом, заметив, что он уже умер, сняли его с древа, и по повелению мучителя, вытащив его вон из города, бросили его на сиденья псам, на то место, куда бросали трупы животных. Герман Архиеписко, 12 мая. «Не подобает тебе царь бесчинно возвышаться перед Богом, Создателем твоим, давшим тебе жизнь и царствование, и не имеешь ты права, как говорится, подвигать неподвижное. Неприлично тебе приступать к пределу, установленное в древнее время святыми отцами». Климент Анкирский, 23 января. «Ты ли Климент?» «Я раб Христов», – отвечал мученик. «Боевода повелел бить его кулаками по устам, говоря, «Почему ты не называешь себя рабом царским, а Христовым?» Святой же, подвергаемый побоям, отвечал, «Следовало бы и вашим царям быть рабами Христовыми, тогда было бы мирное царствование, и все народы покорил бы их власти Христос мой. Василийск, 22 мая». «Окаянный волшебник», – убеждал святого правитель. «Принеси жертву богам, противном случаях придам тебе лютой смерти». На это святой ответил правителю. «Зверь, живущий в лесу, пес, лижущий кровь, а гриппа блудный, образ дьявола, мучитель беззаконный. Зачем ты еще меня удерживаешь? Я тороплюсь окончить жизнь свою». Правитель сильно разгневался на святого и приказал «Усихнуть его мечом!» Феодора, 27 мая. Судья сказал на это. «Сари приказали нам всех девиц, желающих сохранить свою чистоту, принуждать к поклонению богам нашим. Если же вы не захотите поклониться богам, то будете отданы в блудилище», – отвечала девица. «Вероятно, ты понимаешь, что Бог смотрит прежде всего на изволение сердечное. Будущий сердцеведцем, Он знает все помышления наши и самые намерения наши принимает как дело. Мой Бог знает намерение мое сохранить чистоте девство с мое. Поэтому, если ты прикажешь, как ты хвалишься, отдать меня блудникам, то это не будет прелюбодеянием для тела моего, а будет насилием и страданием мне. Если ты отщищешь мне голову, или руку, или ногу, или насильно лишишь меня девства, ты через это сделаешь меня не блудницей, а мученицей. Но знай, что владыка и Бог мой силен сохранить в чистоте девство мое, если пожелает». Архилая, 6 июня. И точно святая мученица Архилая была представлена на суд и сказала, «О, Егемон, не я, а злые дела твои наносят тебе хулую бесчестие, и готовят огонь неугасимый, в котором ты будешь мучиться вечно вместе с богами твоими. Если же ты хочешь избавиться вечных мук, то послушай моих душеполезных слов и прими мой добрый совет «Уверуй в создавшего тебя Бога Отца и в единородного Сына Его, Господа Иисуса Христа, и в Духа Святого, от Отца Исходящего, сей един Бог, в Троице прославляемый на земле и на небе». Дуло. 15 июня. «Повинись правителю, ведь разве ты не чувствуешь, как все тело твое покрывается ранами?» Святой на это сказал, «Послушайся лучше меня, советник дьявола и слуга его, и лучше посоветуй сам себе и Егемону своему, как бы поскорее убедить блудницу Дафну, чтобы она согласилась жить блудно с Богом вашим Аполлоном, и исполнить его желание, чтобы он разжигаемый любовью и, не получая исполнения своего желания, не погиб бы жестокой смертью. Я же имею одного советника, Господа нашего Иисуса Христа». Тогда мучитель приказал принести железную доску и сказал слугам, «Раскалите ее посильнее на огне и положите сюда этого хурителя наших богов». Блажен, услышав это, сказал, «Находящийся в Гиене твой Аполлон благодарит тебя за то, что ты еще более усиливаешь тот Гиенский огонь, в каком он теперь страдает. Он воздаст тебе за это тем, что и ты вместе с ним будешь неизвержен во тьму кромешную. Тогда и я посмеюсь над тобой, нечестивый благодетель Аполлона. Боги твои, особенно Афродита и Артемида, да помогут тебе и злобе твоей. Если же хочешь, я расскажу тебе и про других твоих богинь, и про все их бесстыдство». После того, Егемон приказал слугам, «Разбейте челюсти его, чтобы он не хулил богов и, переломив галень, оставьте его так, дабы он не мог и слова сказать». На это святой мученик сказал, «О, прибеззаконнейший Егемон, за что ты меня бьешь, если я говорю тебе истину, что твоя Афродита и прочая богини проводили жизнь в своих скверных похотях и блудодеяниях, и даже в споре своем о том, кто из них сладострастнее, а однажды поставили над собой и судьею какого-то пустуха Париса. «И зачем ты гневаешься, когда тебе говорят о мерзостнейших делах скверных богинь твоих?» Маркел, 7 июня. Тогда император приказал представить к себе Сесиния. И когда последний явился к нему, то спросил его, «Какое имя твое?» «Я грешный», — отвечал святой, «именуясь Сесинием, я раб рабов Господа нашего Иисуса Христа». Модест, вид, 15 июня. «Пожалей жизнь свою, вид, и принеси жертву великим богам». Святой отвечал, «Да не будет тебе добра, дьявол, волк хищный, соблазнитель душ. Я удивляюсь безумию твоему, ибо ты, видя силу Божию, не познал Бога, и не стыдишься отвращать меня словами твоими от Бога моего. Но я уже не один раз сказал тебе, что не принесу жертву богам твоим, или лучше бесам. Однако ты снова без стыда предлагаешь мне свои нечестивые советы». Говорят собаке, «Иди вон!» И, стыдясь, она уходит, «Но ты не знаешь стыда. Я имею Христа Бога моего, Которому служил до сих пор, и Которому приношу жертву хвалы от сердца моего. Для меня осталось только одно, чтобы я весь был для Него жертвой живою». Тогда император, придя в великую ярость, вместо того, чтобы выпустить на мучеников зверей, приказал тотчас же приготовить горящую печь и большой котел, и велел растопить в нем олово, серу и смолу. Потом приказал вверхнуть тот котел кипящий и клокочище одного вида. Потом, посмотрев на царя, сказал, «Благодарю тебя, Деоклетиан, и слуг твоих, за то, что вы строили для меня весьма удобную купель. Надлежало бы здесь быть и мылу». Весь же народ, смотревший на все происходившее, громогласно восклицал, «Мы никогда не видели такого чуда. Воистину истинен и велик Бог отрога сего». И сказал царь святому, «Неужели из сего победят волшебства твои?» Мужченик же отвечал, «Безумный и несмысленный». «Неужели ты не вразумел силы Христа, пребывающего со мною, ангел, которого вскоре возьмет меня из твоих мучительских рук?» Марина, 17 июля, 15 лет. Так как в те времена было поднято гонение на христиан, то иереи, и клирики, учителя Слова Божия, скрывались, кто в пустынях, в горных пещерах, не с боязнью мучителей, кто в селах между простыми людьми скрывались под видом нищих. Однако, где только могли, поучали, хотя и тайно поучали святой вере, и многие обращали от языческого заблуждения ко Христу. Случилось и Марине, 12-летней девочке, услышать от одного человека Божия слово об Христе Иисусе, истинном Боге. Благоразумная девочка Марина уверовала во Христа и распалилась сердце божественной любовью, так что она ни о чем другом не говорила и не думала, как только о Христе Иисусе. Или где слышала она речи об истинном Боге, все внимание ее было там, а как уверовала она в него сердцем, то не стыдилась и устами исповедовать ее, хотя и не была еще крещена за неимением христианского священника, который мог бы ее окрестить. И желала Марина пролить кровь свою за Христа и креститься ею, как купелью крещения, как она слышала о многих святых мучениках обоего пола, что крестились своей кровью, те, которые положили свои души за Господа. Она хотела подражать им. А что ты мне говоришь о супружести, почете, славе и богатстве, то все это для меня противно и мерзко. Неужели я оставлю бессмертного жениха моего Христа, царя небесного, и вступлю в брак с псом смердящим, мертвым душой? Никогда! Мученица отвечала. Мерзкий пес! Мерзкий! Свинья! Ты пожираешь человеческое мясо и притворяешься милосердным, будто жалеешь меня. Я сама себя не жалею ради Христа, не пощадившего себя, но отдавшегося за меня на большие муки. Если я послушаю твоего безумного совета и увенчается моя душа в царстве небесном, услышав такие смелые слова святой Марины, епарх раздосадовался, оскорбился, сильно разгневался и тотчас переменив любовную вражду и ненависть, велел снять одежды с невесты Христовой, приказал положить ее на землю и бить прутьями без пощады. Долго били святую без милости, ее девическое тело разрывалось от ран, и кровь текла из ран ручьями, обогряя землю. И в доксе 6 сентября при всем правитель начал пересчитывать заточения, страшные темницы, раны, строгания тела, опаления огнем и прочие жестокие мучения, наводившие ужас при одном только упоминании. Мученик отвечал, ты насмехаешься, правитель, говоря мне это, я считаю твои муки детским пугалом. Он повелел бить мученика железными прутьями по шее и вывернуть из сустава все его члены. каковое мучение было тяжелее самой смерти. Молясь так, Евдокси увидал свою супругу, которая с плачем следовала за ним и спросила ее, сделано ли все так, как он заповедал, и велел ей только по усекновению взять его тело и погрести. Юлиан, 12 сентября. Мученик отвечал, мать моя, старец, а отец отошел ко Господу. Антонин приказал привезти его мать и гневно взглянув на нее, сказал ей, уговори своего слова сына привезти в имя богини. Если же ты не сделаешь того, я придам твое тело на поругание. доблестная мать святого мученика ответила на это егемону. Если против воли моей осквернят мне тело, то это не только не сочтется мне вину, но будет для меня залогом вечной славы и блаженного воздаяния. Адриан Наталья, 26 августа. Напротив, тем, кто узнав, где скрывается христианин, донесет о нем, или же, найдя такового, сам представит на суд, царь обещал награды и почести. Посему стали выдавать друг друга на смерть, сосед соседа, ближний ближнего своего. Кто из-за боязни грозного повеления царя, кто из-за наград? Разве вы не слыхали, продолжал царь, какие мучения ожидают тех, кто именует себя христианами? Слышали мы, отвечали святые, и смеялись над безумием твоим и над самим сатаною, действующим в сынах, не верующим в Бога, над койми ты, начальник, а скажите, спросил мучитель, какие муки уготованы мне? То, что уготовал Бог, дьявол и ангелом его, отвечали святые, уготовал он и вам, сосудом дьявола, неугасимый огонь, черни усыпающий, непрестанное мучение, вечную казнь, адскую погибель, тьму кромешную, где плащ искрежет зубов и многие другие неисчастливые муки. Вопрос. Были ли случаи, чтобы уже арестованных христиан отпускали гонители? Ответ. Как написано в житиях, иногда были эти исключения, но причины вовсе непонятны. Притча 16.7. Когда Господу угодно пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Деяние 4.23. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Феофан постник. 9 сентября. Отрак ушел от своих родителей. Ангел Господень взял его и возвел на гору Диавейс, где поручил его одному постнику, который 75 лет проводил монашескую жизнь. Старец принял Отрака и стал учить его иноческой жизни и священным книгам. Их обоих питал ангел. Через 5 лет после того старец представился. По его кончине Отрак жил в пещере, проводя постническую жизнь 58 лет. Когда мучители увидали, как много он творит чудес и какое великое число людей приходит к нему и получает святое крещение, а они устыдились своего бессилия и мирно отпустили его. Он разводился в свою пещеру и прожил в ней еще 17 лет в строгом посте. Представился ко Господу. Вопрос 2107. Если случается пасть человеку, то могут ли быть сокращены сроки эпитемии по каким-то причинам? Ответ. Если болезнь тяжкая, тогда могут причастить. Но если выздоровел, эпитемия снова продолжается. за отпавших при гонении могли ходатайствовать исповедники, то есть те, кто уже прошел эти пытки, но остался жив. 2 Корисе 2.10.11 А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем просил, кого просил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Теприан Карфагенский 31 августа. Необходимо заметить, что в древности в церкви карфагенской, как и в других церквах, среди исповедников было в обычай давать отпавшим особого рода ходатайственные записи или письма мира, по которым согрешившие были скорее допускаемые в общении с верными. И теперь многие из отпавших от Христа возлагали большую надежду на ходатайство исповедников и мучеников. Но при этом многие исповедники по излишней исходительности к падшим не обращали внимания на свойства их покаяния и давали эти ходатайственные записки письма мира без надлежащего рассмотрения осторожности. Только немногие исповедники просили епископа даровать мир некоторым падшим по окончании гонения, по возвращении самого епископа и по тщательному исследованию нравственного состояния падших. Такая снисходительность к падшим оказывалась в то время, когда гонение еще свирепцовало в Карфагене. Следовательно, эта снисходительность могла ослабить твердость вере и прочих христиан, еще не подвержившись гонению. Когда святой Киприан узнал обо всем этом, то отправил в Карфаген три письма к Клиру, исповедникам и народу. И так как главными нарушителями древнего церковного благощини оказались пресвитеры, то Киприан во всех этих письмах обличал и больше всего, всех вообще, и Клиру, и народ. Киприан убеждал ожидать соборного рассуждения о принятии падших церков, а самый собор обещал созвать по окончании гонения и по возвращении своем в Карфаген. Исповедник Киприан просил обращать особенное внимание на дела и заслуги, народ и качество грехопадения каждого из числа тех, за кого они будут предлагать свое ходатайство. Но все эти письма святого Киприана не имели полного успеха. Правда, пресвитеры, послушанные своему пастырю, перестали допускать падших к общению в церкви наравне с верными и увещевали их прежде всего загладить свой грех искренним покаянием. Но некоторые из падших и после сего не пожелали принести покаяние, не хотели ожидать решения своего дела до окончания гонения, а требовали и себе немедленно разрешения грехов. Аминь.